Руками террористов будут теперь следить за правами нашими. То есть они будут отбеливать теперь Путина и его терроризм на международной арене. Какую-то Украину, они могут извиняться. У них нет таких вообще ответственности, даже такой нет. Нам будут предлагаться путиноиды. То есть мы уходим от путиноидов, идем в Европу, а тут Европа нам предлагает тех самых путиноидов. Эксперименты над теми самыми россиянами, на которых мир смотрит через призму путиновского терроризма. Чмошный. То есть Путин мстит за ракеты, не проданные Китаю с подводной лодки Курск. Шквал. Но вы должны понимать подсознательно, что будут страшные, кровавые вам теракты. Но мы останемся все равно друзьями. Мне стыдно за Голландию. Иногда дуже дывуешься, насколько политический бомонд, да и не только в Украине, туп, лжив, алчен и примитивен в своем стремлении, в своем грибании, загрибании, запердолении к власти. Ну то есть к баблу. Усовершенствование своего богатого жизнесостояния. Насколько он туп и примитивен и не видит электоратных преференций, настроений общества, то бишь народа. Насколько изменчивы, как погода, его социально-политические преференции у этого народа. А чем хуже социальные условия, тем более еще изменчивы политические преференции. Очень похоже на погоду, когда изнуливающее, палящее, выпаливающее человека, жарище. Настолько истощает, настолько опорожняет все эмоции и тому подобного человека, что ему хочется. Он мечтает засесть на льдине, в мороз войти, в зиму. Но только стоит повеять ветру, прийти в низкой температуре, он сразу кутается, шмыгает и тому подобное от холода. И хочет погреться на том самом солнышке, от которого вчера только изнывал и прятался. Примерно то же самое произошло, когда народ вырыгал, осточертил и до изнеможения блевотного пафоса рошеновский, он от него убежал. Убежал, шарунул, бегание по фонтанам, без пиджачочной и тому подобного стиль политики. Все красиво, гладко, молодежно и тому подобное. Но время идет и уже от почти что вот этого всего блевотного преда, пафосного, продажного, рошеновского, брехливого пафоса, уже у народа мало что остается. Ну такая память устроена у человека, что долго хранить всякую хрень, оно ему неприятно носить. И человек опорожняет это и сталкивается с новым чем-то. И два месяца или сколько уже проходит, когда рошеновский брехун где-то там лазит и трезвонит свою хрень. Якобы европейское движение, оно на самом деле воровское, левацкое говно. Говно, то есть от рошеновского, продажного, гнедотного негатива, благодаря гражданам такие Украины, которые его не выбрали, осталось в принципе уже мало. Они уже его как бы начинают забывать и сталкиваются с новыми, естественно в этом мире препятствиями. Что в принципе пока ничего не меняется. Да, понятно, Верховная Рада еще зрада гребанная, до сих пор еще не переформатирована и тому подобное. Но есть уже функции, полнокровные функции президента, в которых тот экшен, который был заявлен и та позиция, которая еще не экшен, мягко говоря, на международной, по крайней мере, арене. Потому что здесь, по крайней мере, еще ничего нельзя сделать, потому что, я же говорю, еще Рада не переформатовано. Но и того экшена, который народ ожидал, ну потому что народ такой, тоже чаморочный, блядско-алчный, что он не хочет сам, не может сам по своей гнилой, также по своей распущенной, греховной структуре, постсовковой материи, мышлении, установок, ленью и трусостью, ничего не может сделать. Он хочет, чтобы ему кто-то наобещал, пришел, за него все сделал, обдарил его бабками всеми. Ну, народ глуп и туп, он не понимает, что такого не бывает, а бывает только в сказках. Вот он и хочет жить в этих сказках. Но эти сказки ему никто не предоставит, потому что в каждой европейской стране каждый народ тоже такой же сказочник. То есть, перед президентом Зеленским повстает сейчас на ряд, на огромнейший ряд, больше, ответственнейших экшен, действий, не ж перед тем самым Порошенком, у которого был только пафос, ну, понятно, лживый, который испоганил своим лживым, гребаным, продажным, барыжным, рашеновским пафосом всю идею ныньки. Он ее до такой степени очернил, что теперь всю эту идею отмывать нужно заново, отстраивать эту идею, и уже на других условиях, неж это было как раньше, ой, идем в Европу. И когда президент Зеленский в своих фильмах, там, «Слова народа» говорит, что будем 50% экспертов брать из Европы, теперь уже нужно знать, кто это будет, что это, из какого теста замешаны и дрожжи эти гребаные 50%, которые будут из Европы. Очень большой опыт в коррупции должны уйти в отставку, на их место должны прийти молодые профессиональные люди, которых мы будем отбирать специальные комиссии, 50% которых будет состоять из западных экспертов. ГПУ, СБУ, другие правоохранительные органы. Еще лет 10 назад у меня пошли, начались огромные сомнения по этой, если огульно сказать, Европе, а конкретно о леватьской Европе. Особенно сомнения начались после того, как от этой Рады, с Рады Европы, второй Верховной Рады, начали приезжать Квашневские, СЛД, Союз Левицы Демократичной, то есть левые, демократические левые, короче, коммунистические леваки, демократические. Название партии в Польше, вот такое. Ну, посткамухи, социалисты, которым было наплевать на все национальные вещи в Польше, которые происходят. Вот они начали приезжать и вызволять якобы Юлию Тимошенко. Дело сейчас вообще абсолютно не в Юлии Тимошенко, дело в фактах и экшен, в действиях. О Европе же мы говорим, мы же говорим о предательстве ПАСЭ, спонсировании этой ПАСЭ, теперь ПАРЭ, ПАСЭ на 7% террористам Путина. И зачем тогда убили Каддафи, вообще непонятно. То есть одного террориста поменяли на более другого, то есть и Каддафи приносил бы какие-то деньги в той самой ПАРЭ, ходили бы эти примаханные придурки в пиджачках, бы ни хрена не делали, так же, как они ни хрена не делают и сейчас, и не делали тогда, когда... То есть эти кретинологи Совета Рады Европы в образе того же Квашневского должны были эффективно вызволять Юлию, а не так, как это делалось, бла-бла-бла, потом Шуры-Муры, Шуфли-Муфли, Хагер-Махер, Шахер-Махер с Януковичем, старые добрые друзья, тоже коммуняки и рёбаные социалисты, с Бандюком, как Бандюка, может, к чему, коммунистам притолить или ещё кому-то, Януковичам. То есть они с ним спаривались, бухали там, Юлию не вызволяли, ездили бабки европейских податников, европейцев, вытрачали на это перелёты, улёты, отлёты, кайф машины, всё, приезжают, уважают, а вот там пресса в Польше, да, всё, как же там демократия в Украине развивается, как-то Юлия освобождается, то есть я опять повторяю, дело сейчас не в Юлии, то есть работа у них была нулевая, неэффективная абсолютно этой грёбаной рады Европы. Паре, парле, шмарле, это удобно. И вот тогда мне закрали сомнения, и теперь они явны, теперь как камень с сердца, с души отлягло, что это чистое туфта, это чистое фуфломёдство, это паре, пасе грёбанок. Это чисто лазанья придурков, которые ни на что никогда не влияют и влиять не будут, лазанья в пиджачках и прожирание податника европейского бабла, пиарис и втюхивая этим европейцам, что они якобы что-то решают, что их консилиум грёбанных примаханных, которых уже самих давно пора лечить, этот консилиум Рада Европы... ОМА защит, Венецианская грёбанная комиссия, там кто-то из этих блядищ левацких, кто-то извинился за эти постыдные, постылые, грёбаные рожи, блевотно-брыхливые барыги, воры бабла европейцев, кто-то из них извинился за их высновки, которые они делали, после того, как грёбаный, как он сейчас о себе выражается, «меня кинули, как в НХ», Янукович перебрал на себя полномочия парламента и сделал не парламентско-президентскую, а президентско-парламентскую республику. И эта грёбанная комиссия венецианская ему похлёпала и сказала, «Да, мы в выставке всё подстали, всё хорошо». То есть кто-то, какая-то падла извинилась из этой комиссии перед народом украинским, что его вот так вот кинули на бандитский развод. Нет, конечно, потому что у них даже и поворота в мыслях таких нету, что перед какими-то украинцами, перед какой-то Украиной они могут извиняться. У них нет таких вообще, ну, ответственности даже такой нет, потому что это козлы смердячие и гниды, чистые воры бабла европейского, жопа сиды, жопа лизы, путиновского, как сейчас на 7% спонсора террористического бабла, террористического геббельсовского. То-то о чём речман. О том, что вот это паре-пасе сейчас превратилось из просто мерзопакостного, жопа сидельного, ничего не делающего, ни на что не влияющего хрена органа, который забирал только надежды у народа, так же, как и Порошенко забирал надежды народа на идеализированный пафос ныненьки Украины. И он его барыжным образом засрал и обокрал и тому подобное. Так и эта паре у народа европейского, у европейцев, тоже забрала надежды на то, что эта организация на что-то бы влияла или влияет, или когда-то собирается влиять. Никогда этого не будет, потому что это не есть какой-то орган влияния. Да какие-то чмыри, лохи, а тем более сейчас это еще хуже, чем террористическая организация, хуже ИГИЛа. Потому что, ну, ИГИЛ, ИГИЛ, ну, в ИГИЛе написано, да, он террорист, он там поезд шахида и все, это враг, все, его нужно там уничтожать и тому подобное, обезоруживать и тому подобное. А эти? Нет. Это голубь мира. Это эффективно, это пафосно, это справедливость. То есть под маской справедливости, под маской добра кроется вот такое говно мутной воды террористической. Потому что 7% на деньги террориста Путина, теперь это паре, паше, шмасе, абасе, спонсировано. То есть что можно ожидать? 7% терроризма под маской, под маскоткой голубя мира. Вот Ростислав Шапочников цитирует вот такие вещи, что ему-то уверить можно, это уж точняком наверняка. Ему военные сообщают, тем более он там был в этих условиях военных, что Рошен настоятельно рекомендовал бойцам писать, что там, оказывается, были не российские военные, а какие-то сепары, какие-то шахтеры, вооруженные под российских военных. То есть, представляете, если уже Рошен, сам Рошен, глава, то есть главнокомандующий заставлял солдат писать вот такую хрень, то что уже тогда говорить за Европу, если она вот такая, Европасе, Шмасе, то есть она наоборот должна быть над Порошенко, потому что это же отсталые страны постсовка, а они же уже Европа, капиталисты, они же уже должны быть настолько велики в демократии, в правовых понятиях, а тут все в таком же ракурсе, как и у Рошена. То есть, исходя из прямейшей логики, 2 плюс 2, 4 и тому подобное, мы же руководствуемся той идеей, что идейно идем и не идейно, и вообще просто идем телом в Европу, европейским стандартам, законом, праву, демократией и тому подобное. Это же нормально, логично, это же логично, да? А теперь от этой Европы нам будут предлагаться ОБСЕ, которая состоит из путиносцев, из путиновских россиян, просьба не путать с нормальными россиянами, которых тоже частично остался контингент нормальных людей, русских, российских. То есть, нам будут предлагаться путиноиды. То есть, мы уходим от путиноидов, идем в Европу, а тут Европа нам предлагает тех самых путиноидов, путиновцев. Да нахрена нам такая Европа? И как слуга народа говорит, он 50% будет набирать. Из какой Европы он будет, я надеюсь, не из такой Европы, ливацкого говна, которая против всякого национализма. О котором плачет и кричит даже тот самый европейский люд в Швеции, в той самой Франции, еще и как кричит желтый жилет и другие кричат о демократии, но на принципах христианства и частично национализма. То есть, утотожнение своего края, своей краины, нынешней державы, чтобы цей национализм утотожнювался, а не був багном сатанинским багном, чтобы он не был, чтобы он не ототожнивался с сатаной, которую несет в себе ЛГБТ и шмагабаты всякая, дегенерация человеческая. Они этого не хотят. И это же тоже Европа. Вот к такой Европе мы, да, рады. Но не к такой, из которого состоит вот эта продажная Паре-Пасе, из которой, кстати, состоит часть этого Паре-Пасе, состоит из кого? Из Голландии. Но почему-то Голландия не вышла вместе с Литвой, с Прибалтийскими, со странами Прибалтийскими, Литва-Латва, Лотва, Эстония, Грузия, Польша. И Украина, естественно, вышла в знак протеста. Уния литовско-украинская возродилась, наконец-то, тем самым, благодаря этим путиноидам рёбанам. И теперь должна повстать эта уния, как военизированное, милитарное, экономическое чудо. И нахрен нам ЛГБТшнее, вот это, якобы европейское, начиненное, начиненное путиноидами, путиновской Азии, азиатщиной. Той, от которой мы уходим в Европу. А Европа нам опять туда толкает. Вообще, жесть. Да и сама Европа поделана финансово, ментально, иерархически, будяк заводна на якусь ветстину, отстойную, схидную Европу, на восточный пост Совок, на среднюю Европу, которая недавно стала Европой, пошла в состав Унии, и на западную, богатую Европу, которая готова ради бабла пожертвовать в схидную, восточную Европу. То есть, в самой Европе, в этих государствах, унии европейской, евросоюзной, с судами, с демократией, с заработками, с финансовой системой, в принципе, так нормально, в порядочке все. И на них восточная Европа, вот этот бывший пост Совок, безмерно молится. Народ такой раболеп, ему хоть кол на голове тиши, это какая-то рабская, идиотская, даже, причем тут рабы. Рабы вчера были, потом не рабы, стали викингами. А тут именно настолько идиотизм, что это просто, ну, диву даешься постоянно. И на этом всем поприще европейцы, вот эти портократы гребаные, они сбагнули, они воочию убедились в такой системе, что совдепия, совдепы, они воинственны, только на бла-бла, пошуметь, подудеть, подрынчать. На большее у них, ну, не, тем более финансово и тому подобное. И вот они решили, что им не тулдыкой, они будут на тебя Богу молиться. Ну, вот они смешались, восточные европейцы с западными, рассказали им, что как можно, одел пиджак, этот галстук, сказал, что ты европеец, великий там, блин, юрист, херист, влияние имеешь такое, вплывы, давай их учить, ну, давай, давай. Не пускай баблом скидываются, нехилым баблом каждое государство, там паре, пасе, там ашмасе. И мы будем влиять, впливать на этих, ну, рабов, тупых, которые сами не могут сбудовать у себя систему демократичную, правовую, целесную, суверенную державу за 28 лет. Ну, если раньше когда-то впливали, влияли на авторитет, это все было, что паре, пасе, то после того, как начали, типа, давить на Януковича, типа, а тот по мастям не въехал, что это авторитет, блин. Ему Путин сказал, слышь, так это никакой, это в натуре, там, пасе, не их разводить можно, блин. Какой-то бухарь квашневский, чвякающий, чвянный. Ну, хорош парень, да, спасибо ему, что приезжал, там, заботился, то все, то есть небесплатно он это, как бы, может, тоже делал. Он европейец, он там пиарился, все равно так и никуда со своим пиаром он там так и не прошел, потому что после того, как он бухой вот так вот лазил на цвинтаре польском, когда приезжали делегации, он там бухой вот такой, то вся Польша с него половина ржала, половина плакала, что он, сука, на Катынском цементаже на мемориале погибшим 26 тысяч было расстреляно, часть в Харкове, Катынь, Харков медное, поляков, офицеров, и он там бухой лазит такой, падает, там, чуть ли не, блин, его поддерживают, ну, охреневший, блин, коммуняк вообще, эсэльдовец, то есть он все равно далеко, никуда так в своем репертуаре, в своем росте политическом так и не поднялся после этих своих каденций. То есть вот с таким Плашневским так ничего и не вышло, и не получилось. Так же, как и не получается, не получится ничего и с Кучмами, с этими Медведчуками, Шмельчуками, потому что у России, у Кремля, Путиапина, определенная политика, чморить тех, кто чморится, чмориться тех, кто опущенный слабачок политический и чмошник, тех нужно чморить настолько, насколько оно чморится. Не чмориться все, попускаться и заниматься другими, ставить других чмошников, чтобы чморить другими, тем самым себе зарабатывать в Азии, в этой, а в третьей, вот так эта политика постоянно и работает. То есть Янукович это не въехал, и до сих пор это никто, что ли, не въехали. Неужели это трудно понять, что какой в сраке паре, сморе, пасе, на что они влияют? Чем они влияют? Чуть суркой своей, папочками, блин, пинжачками. Надо было свое время влиять, и Венецианская комиссия говорит, так, блин, санкции ужесточайшую вводить, блин, режиму Януковича и тому подобное. Они, а он типа там в Европу идет лохов разводиловать чисто, а теперь сам говорит, меня как лоха кинули. Сука, ты же сам их кидал, европейцев, обещал чуму, блин, как лохов их выставлял, а теперь его самого как лоха Путин кинул, да, типа. Короче, жесть, вообще бред вот этой совковой, совкомассы, бредеет постоянно. То есть, вот эти вот такие вот европейцы, европейные люди, парламентцы, типа Рада Европы, перешли межу своим творческим чумощничеством. Они оказались на грани банкротства, когда Рашка перестала платить там 7%. Странно, почему только из-за Рашки одной они находились на чуть ли не скрайбе банкротства на грани. 7% это не такие уж и баснословные деньги от Рашки. Ну, то есть, вот так у них говорят. И с вливанием теперь Рашки, ну, граждан России, налогоплательщиков, чьи деньги уходят на вот такие подлинские, путиновские террористические эксперименты над теми самыми россиянами, на которых мир смотрит через призму путиновского терроризма, чмошного. То есть, Путин мстит за ракеты, не проданные Китаю с подводной лодки «Курск», «Шквал». То есть, он с начала своей чмошной карьеры президентской России, великой державы, решил надавить на Штаты, решил надавить на цивилизационный мир Европы, шантажировать его тем, что он собрался Китаю продавать ракеты «Шквал», которые находились, я так понял, на подводной лодке «Курск». После этого «Курск», как Путин говорит, он утонул. О, взорвали, я так понял, потопили, чтобы Китаю не достались эти секретные разработки советского «Абонпрома» Китаю. Потому что Китай – это вообще непредсказуемый товарищ. И вот потом Путину скосили, после этого, чтобы он там вдруг опять что-то не придумал, скосили долги СССРовские. И его начали принимать везде на приемах, говорить «Who is the Mr. Putin?» Его так опа, а он взял это, затаил, эту боль, обиду такую, что его чмаранули, вот так опустили. И решил этим всем, у него взбунтовалась его вот эта вся суть из Тоталь, и он начал таким образом мстить. У него это произошло огромный эмоционально-мотивационный стимул. Мстить всем, всему миру, штатам, ну, Украина сейчас из-за того, что ракеты шквал не застанны, не остались проданы Китаю, практически и Грузия, и Украина подпала под его месть. Чем он этим самым отомстив? Он, как великий барин, он почул себя на престоле, на пике блаженства, что он таки отомстил, что выж теперь, а-а-а, как я вас вделал. Ну, вот что поделаешь? И теперь вот эти чмошные европейчики с папочками, якобы европейчики, придурки постсовковые, думают и дальше влиять, так же, как и влияли, но теперь уже с Путиным. То есть, получается, что, то есть, что показали сейчас вот эти псевдоправозахистники паре, пасе, шмасе, тем, что они де-факто нелегитимны, вообще никакие. Мало того, они своим вот таким вот принятием рашки террористического режима Путина к себе туда, в сердце демократии, в сердце этого правозахистного движения, их институции правозахистной. Они тем самым показали миру всему и европейскому сообществу, слава богу, не американскому, что так можно. Можно делать теракты жесточайшие, можно делать войны, захватывать чужие территории, делать там кровопролитие, делать Сирию, как угодно. Но, что самое интересное, не называть себя, что ты это делаешь. Можно даже намекать, что вы туда не лезьте. Там зона моих интересов, путиновских, да, например. Вы там в Украину, в Сирию, там, в Ирану, еще куда-то там вообще не лезьте. А то, но мы не скажем, что будет то. Но вы должны понимать подсознательно, что будут страшные, кровавые вам теракты. Но мы останемся все равно друзьями. Мы вас придем резать, убивать, но останемся друзьями. И будем в паре, потому что мы с правовой державой, мы в паре, в пасе. То есть вы теперь намек поняли, вы европейцы, вы американцы, что мы будем делать что завгодно, как угодно. Но мы не будем говорить, что это мы делаем. Но вы должны подсознательно там понимать, что это мы делаем. Чтобы вы туда не лезли. Но... То есть уже открытым текстом путять она говорит, что бойтесь нас, ну, путинский режим, кремлевский. И трепещите. Потому что баблом, газом, чем угодно, мы сделаем так, что вы все равно нас будете признавать. И как главных террористов принимать везде. И говорить везде. И считать. Считаться с нами. И представлять, репрезентировать нас везде в Европе, в этом мире, как правовое, как ангелочка. Представляете, до чего докопались эти крысы с папочками, которые раньше считали себя там какими-то правозащитниками. Это просто жесть. И правильно сделала украинская делегация, что вышла с этой сраны. И правильно сделала остальная делегация. И правильно сделали многоуважаемые друзья. Литовская уния плюс Грузия. Но очень неправильно сделала. Чмошная, гнилая, голландская, за которую мне, как за христианскую страну, европейскую, очень-таки очень стыдно. Мне стыдно за Голландию. Хотя я там знаю, с Голландии только один парочку человек. Хороших людей. Почему именно за Голландию стыдно? Потому что там все-таки частично еще осталась христианская ментальность, право, дух, религия, вера. И если мусульмане спросят, а что же они такие гниды? То что мне сказать? Ну, сказать вот так. Мне стыдно. То есть, а почему Голландия не последовала примеру Украины, Грузии, Литвы, Польши? Да потому что она считает, что кастово и иерархически выходить вместе с восточноевропейскими, такими схидно-европейскими, далекими постсовками, как мы. Это престижно для них, ну, неправильно будет. Их не так поймут, что это же капиталисты, а выходят с бывшим постсовком, который приезжает к ним на работы, в ножки им кланяются, Богу на них молятся, а тут они вместе будут выходить. То есть, иерархически это для них непонятка. Их чморят, унижают, убивают, уничтожают. А они иерархически все равно считают себя выше и не хотят ни с кем сплачиваться, чтобы вместе бороться. Чмори какие-то просто, обкуренные. И вот, зная, досконально изучив всех этих чмошников европейских, зная их установки, насколько они разводимы, насколько их можно, как лохов, постоянно вкидывать, опрокидывать, их самих разводить, ихними самими же руками. Шрёдера прикормить, там, ещё какого-нибудь чморя, там, Берлосконе, какого-нибудь там, Земана, Швимана. Короче, масса там чморей, гнид, которых, блин, к стенке надо ставить. А они управляют там государственностью, управляют правовыми институциями. Эти сошки террористов, чморей, даже не будем брать, там, Россия, там, Россия, там, или ещё что-то, там, Путин. Просто они посипаки террористов, но в европейских правовых мантиях. Это всё равно, что шатана-сутана, это всё равно, что сатана оденет мантию священника и будет плести вот такую хрень. То есть дьявол кроется в этом. И рашка путиновская, кремлёвская, знает, как этих чморей, чем их взять. Баблом, газом и разводом, властью, там, славой и тому подобное. Ну, опять-таки, баблом. Потому что там, как бы, правовыми институциями в Европе, в каждой национальной державе. А вот над национальностью, над державами, они решили сотворить такой самодучик, якобы следить за правами. Только за правами кого, чего, чьими и чьими руками, руками террористов будут теперь следить за правами нашими. Жесть. То есть теперь эти европейчики в мантиях правовой пасы, доходяги, отстойники и позор Европы, будут, так же, как и Путин, заниматься терроризмом. Только в мантиях правовых. Только теперь это будет беловоротничковый, мантевский и белорубашечный, пенджачочный терроризм. То есть они будут отбеливать теперь Путина и его терроризм на международной арене. Очень приятно. Welcome to the paradise, European Union. То есть, что же в быту, что же делать? Ну как что? Ну явно они становятся раком и давалки не давать нашим странам, восточноевропейского блока, а створивают милитарные объединения. На самом-то это. Рынки свои, технологии свои. У нас что, мало территории, мало людей? То есть, наконец-то, восточноевропейские страны, то есть, какие там восточноевропейские, ну там, Словакия, Чехия, может, не там, кто там, Зема, ну, Украина, Польша, они вхавали уже, поняли, что объеднуваться, чтобы хапать европейские инфраструктуральные бабки и не делать то, что наказывает Европа, делать, это хорошо, но этого мало. И объеднуваться с Венгрией против Украины, чтобы Венгрия этот долбанный орбом блокировал вступление в НАТО, или всякие издевки, из-за того, чтобы там территориальные споры, там какие-то решить свои, там, понты погонять свои, и мадьярские, венгерские, то есть, вот эта вся херня должна закончиться, и должны начаться реальные объеднуючие процессы восточноевропейского блока, который будет, реально сможет конкурировать и на высокотехнологическом уровне, а самое главное, на милитарном уровне, тогда уже Рашка, если захочет кого-то пограбить, то мы можем их пустить туда, в Европу, в Западную Европу, к друзям, в Берлосклоне, там, еще кому-то, которым они сейчас аплодируют и читают оды этой Рашки, ну, тогда можем туда им пустить, они же думают, что они защищены за счет нашей крови. Субтитры подогнал «Симон»